32-летняя Алиса Вокс примерила сексуальный образ. Поп-звезда устроила горячую фотосессию на природе. Экс-солистка группы Ленинград показала горячие кадры. Блондинка сбросила с себя верхнюю одежду, оставшись в черном купальнике с глубоким вырезом на спине. Алиса нанесла нежный макияж и накрасила ногти красным лаком. Артистка с распущенными волосами принимала эффектные позы на траве. Вокс добавила образу пикантности, она позировала рядом с дождевателем. Мокрая певица получила много позитивных эмоций от съемки, во время которой задорно смеялась. Палаверы бывшей подопечной Сергея Шнурова высоко оценили ее эротичный лук. Некоторым он напомнил знаменитый образ кинозвезды Мэрилин Монроу, Мэрилен Монроу. Ну ты и горячая штучка. Мэрилен Монро. Очень похожа фигура. Только ноги длиннее, красотка, просто дива. Цапелька, ноги бесконечные. Вот у кого ноги от ушей, ведьма. Алиска, ты огонь, придерживаюсь мнения, в любой непонятной ситуации качай попу. Поскольку ситуация вот уже почти два месяца непонятная, к лету я весьма неплохо подготовилась к класс. Реально есть общая с Мэрилен, прическа, формы, талант и красота какая редкость, прокомментировали подписчики. Вокс решила прояснить ситуацию с музыкальным коллективом, который сделал ее знаменитой. Певица призналась, что устала объяснять причины ухода из Ленинграда. Я, честно говоря, уже пальцы стерла отвечать каждому, и надеюсь, что глаз вопиющего в пустыне будет таки услышан. О причинах ухода из группы Ленинград я рассказала максимально подробно в своем запрещенном интервью. Ну и для тех, кто в танке, Ленинграда не существует уже более полугода. Группы нет. Возвращаться попросту некуда. Солист занимается политикой. А я занимаюсь музыкой. Наши пути разошлись совсем навсегда. Эмоционально высказалась инстадива. Алиса разрешила фолловерам самим отвечать на неуместные комментарии и вопросы о группе. Ибо я сама уже не справляюсь. Подытожила она. Вокс без юбки сделала пикантную фотосессию на природе. Певица похвасталась изящной фигурой в белом белье. Вокс в дерзком бикини произвела фурор в сети.